Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Продолжается Великий пост, и мы уже несколько передач об этом говорим. Говорим о том, что это практика самосозидания, созидания некого нового человека в себе, попытка умертвить ветхого Адама в себе, ветхого человека. В прошлой передаче мы говорили о торжестве православия, говорили о том, торжествует, обсуждали, торжествует ли православие сейчас в жизни современных христиан, действительно ли связаны православие и праводелание в жизни современных христиан. Сегодня мы решили продолжить эту тему с философом, преподавателем Самарской семинарии, преподавателем университета Наяновой, заведующим библиотекой Самарской семинарии Сергеем Григорьевичем Кридичем. Здравствуйте, Сергей Григорьевич. Здравствуйте, Сергей Григорьевич. Говорится в головах, к сожалению, и современных христиан в том числе. То есть речь идет даже не о тех людях, которые себя не позиционируют христианами, а о тех людях, которые вроде и в церковь входят, вроде и молятся, и вроде говорят, что они православны, но при этом, при всем умудряются совместить в своей жизни несовместимое. И уже тогда у меня возникло желание вас пригласить для того, чтобы эту тему вынести и в более широкий круг зрителей, слушателей, чтобы нас услышали не только 100 человек православной молодежи, приехавшие на слет, но и услышали большее количество людей. Вот это в том числе, мы сразу проанонсируем для наших телезрителей, послужит неким трамплином для наших дальнейших двух встреч. Мы будем говорить о практике исихазма, о практике самосозидания человека, о том новом человеке, о представлении о новом человеке, которое дарует нам христианство. Ну а для начала нужно понять, с каких рельс мы сошли, на какие тропы мы встали, куда мы, может быть, вернулись, от чего мы отвернулись. Вам слово в данной ситуации. — Ну, прежде всего, спасибо организаторам слета, которые меня пригласили. Я сам так не продумывал глубоко вот ту тему, которую затронули, но воистину, да, иногда импровизация получается весьма такой интересной и многогранной. Ну и касательно вот того, от чего мы отвернулись, от чего мы сошли, вот, к сожалению, по моему ощущению от происходящего, не особо отвернулись и не особо сошли. Вот в чем ужас. То есть вот вроде как мы бесконечно далеко отстоим от первого глав книги «Бытие», когда вот совершается грехопадение, когда в человеке нарушается гармония и исчезает вот та самая целостность. То есть в чем ужас грехопадения? В том, что вот наши силы и грани нашей человеческой природы, которые были изначально настроены вот на такую предустановленную гармонию, есть такой замечательный термин из философии Лейбницы, вдруг вторгается дисгармония. Ну, это вот отлично выразил, на мой взгляд, Толкиен, когда вот он описывал сотворение мира как прекрасную мелодию, в которой появляется диссонанс. И вот, соответственно, есть некие неправильные парадигмы, от которых мы не можем избавиться. Например, античная парадигма язычника, для которого важна принадлежность к народу, что вот право и добрые отношения и какие-то вот услуги возможны только внутри своих. То есть свои — это может быть семья в расширенном значении, может быть клан, там несколько семей, возводящий свои из корни к одному основателю, или, простите, народ. То есть, соответственно, делается ли куда-нибудь вот это народное представление, что мы вот правильные, остальные неправильные? Да, никуда не делалось, мы это по сей день наблюдаем. И более того, время от времени каждый народ бредит идеями, собственно, исключительности. То есть, ну, вот последняя такая попытка была предпринята в середине XX века, когда, собственно, весь мир должен был отвлекаться и решать вот эту вот неправильную антропологическую задачу, загоняя ее обратно оттуда, куда она появилась. И вот этот язычник в нас, он очень силен, когда пытаются привносить некие, ну, не то что привносить в плане изобретений, когда мы говорим о прогрессе техники, когда приходит Господь и говорит, что вот не будет больше места специального для поклонения Господу. Вот тот эпизод «Женщина у колодца», когда она, собственно, как язычница правильная спрашивает, вот наша земля святая или все же вот соседняя земля святая? Потому что мы считаем, что наши отцы не ошибались, когда поклонялись здесь, а они считают, что надо поклоняться храму. Ну, и, собственно, к какому-то моменту, то есть вот, и опять же таки, весь пафос Ветхого Завета, он про что? Про то, что нету храма, и каждый должен вот брать и находить время в себе. То есть мы, во-первых, являемся храмом, это подтверждается в Ветхом Завете, разве вы не знаете, что вы храмы Духа Святаго? Но храм должен быть освящен, и вот что мы делаем для того, чтобы наш храм был освящен? И в итоге мы получаем вот такую мировоззренческую шизофрению, собственно, которую я пытался проанализировать в таком, в плане очерка моего выступления на слете. Когда в человеке в одном сознании религиозном наличствуют взаимоисключающие тенденции. То есть, с одной стороны, Господь пришел ко всем, и во Христе нету ни Эллина, ни Иудея, а с другой стороны, все-таки вот есть особый путь, все-таки есть особая стезя, и все-таки вот надо еще заниматься чем-то вот в плане национальной экзотики. То есть, там, вот масленицы и блины, это вот сакральное что-то, или это просто адаптация? И насколько мы должны, соответственно, уделять время и место нашим национальным традициям в нашем вселенском христианстве? Потому что ужас состоит в том, что для огромного количества людей, которые именуют себя верующими, и ведь они ведь не, как сказать, не инфернальные персонажи, не демоны. Их опыт православия, он ограничивается опытом их единственного прихода. То есть, они никогда в жизни не задумывались, что на самом деле опыт вселенского православия, он шире, чем опыт прихода. А опыт прихода, соответственно, уже, чем опыт епархии. И, соответственно, люди просто не рефлексируют до конца вот эту вот мысль, что... А что в том, что мы делаем, привнесено и дано понемощи? То есть, опять же, Господь говорит, что Моисей понемощи написал вам. И раз уж мы обратились к фигуре Моисея, в Ветхом Завете есть замечательный, собственно, вот призыв Моисея, что слушай и внимай себе. То есть, слушай, Израиль, и внимай себе, что внутри тебя происходит. И если мы вдруг отказываемся от постижения вот тех смыслов, которые нам до конца не ясны, то есть от пути вот этого восхождения, от необходимости постоянно соизмерять свой опыт с вселенским каноном, то мы неизбежно оказываемся в ловушке вот такой местечковости, что наш храм самый правильный, что вот здесь у нас Новый Иерусалим, здесь у нас Новый Афон, и нам никуда больше не надо. Вот мы землица здесь возьмем, и все будет хорошо. И на самом деле, с одной стороны, человеку, если сказать, что это не христианство, это его разочарует, и, в общем-то, такое говорить можно только людям, с которыми у нас очень близкие отношения, очень доверительные. Потому что иначе будет как с апостолом Павлом, да, что вот меня изгоняли, побивали камнями. А почему? Потому что он приходил и говорил, что вот и ты прах, и жизнь твоя прах, и религия твоя ссор. И, разумеется, это вызывает вот такое отторжение. Ну, тогда получается, если мы сейчас... Я примерно понимаю, о чем вы говорите. То есть мы откажем человеку в том, что он христианин, и откажем ему в том, что он именно принадлежит христианской церкви. В том смысле, что он является христовым учеником, и что он правильно, верно мыслит себе Евангелие, и как ему кажется, что он верно выстраивает свою жизнь. Если мы ему в этом откажем, он остается в пустоте. Да, и это очень некомфортно. Да, это очень некомфортно. Он не понимает тогда, а в чем христианство. Вот чего нужно избежать. А о каком новом человеке тогда Евангелие? Так Господь и говорит, что вот Отец мой до ныне делает, и я делаю. И он, с одной стороны, говорит о множестве вещей, но если мы проделаем такой элементарный контент-анализ, то есть я понимаю, что я сейчас говорю как философ, что для религиозного сознания это странно, но просто если мы возьмем священный текст и проведем контент-анализ. Сколько раз Христос говорит о пасте, сколько раз Христос говорит о семье, сколько раз Христос говорит об этом, об этом, об этом. И мы увидим, что больше всего Христос говорит о себе. Но в том и дело, что быть учеником Христа, это значит следовать за Христом. И вот вопрос, до каких пор мы последуем за Христом. То есть в этом плане я как-то был очень сильно впечатлен некой антиклирикальной карикатурой, А что, если бы Христа не распяли, и дальше были варианты? Носили бы вы на шее уменьшенную копию электрического стула или какого-нибудь орудия казни современного? То есть мы как-то утратили вот это понимание Креста как некого такого унизительного момента, некого такого, то есть что мы имеем сейчас? Мои чувства оскорблены, немедленно прекратите. Вот Господь нам такого не заповедовал. Это как раз-таки вот то, что мы носим на шее, если мы православные христиане, это указание на то, что не бывает, собственно, как в Евангелии сказано, ученика более учителя. И если человек ищет в христианстве вот каких-то заговоров, то есть опять же, вот в чем сидит у нас внутренний язычник? Во-первых, это любовь к собственному народу, то есть наши вышитые пояса самые вышитые в мире, наши сапоги самые идейно верные, а в нашем ковроплетении и сети плетений заключена сама вот энергия космоса. И нам вот всем остальным не повезло, а мы с рождения знаем тот язык, на котором Адам в раю разговаривал. Сколько мы раз такое слышим? И второй момент это то, что человеку нужна магия. То есть я не хочу меняться, но ты волк, что-нибудь такое нашамань, и чтобы у меня было хорошо. Ну то есть там осветили машину, и на этой машине вот что человек делает? И может оказаться так, что если эта машина, скажем, используется для вывезения нелегально какой-либо там продукции или чего-то, то зачем благословить? Чтобы этот транспорт исправно позволял кому-то участвовать в грехе? Обогащаться, а кого-то, да. Да, то есть вот как-то. И в том и дело, что мы должны последовать за Христом. И есть предостережение, опять же, из уже второй части Нового Завета, из посланий, что смотрите, чтобы облако свидетелей не скрыло от вас Христа. Да. Вот то же самое мы наблюдаем вот в этой местечковости. То есть у нас есть старец Филофей, который сказал, что Москва – Третий Рим, у нас есть Иван Грозный, который привез нам двуглавого орла, у нас есть значение царицы Софии, у нас есть спор и осифлян и нестяжателей, как выбор вот такой дороги русской церкви, у нас есть святой патриарх, и поехали, 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 поехали. И вдруг оказывается, что для Христа места-то и не нашлось. В том и ужас, что для внутреннего язычника проще и понятнее, что, во-первых, мы должны быть единокровны. То есть откуда вот этот культ Дмитрия Солунского? Потому что он из славян. То есть вот и у нас теперь есть, не только у вас греки, не только у вас римляне, но вот и один из наших тоже смог. И поэтому вот особо, и при этом, заметим, ни в коей мере не призываю к тому, что мы должны отказаться от того, чтобы перестать, ну, чтобы перестать быть вот славянами, русскими, кем угодно. Потому что христианство, оно универсально, и оно вовсе не требует отказа от собственной идентичности. То есть там, конечно, есть утверждение, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины, но мы же сейчас не ведем себя так, будто различий между нами действительно нет. И вот... То есть фокус именно на... Со Христа смещается на что угодно. На паломничество, на то, что у нас есть особо духовные наши святые. И что... Я бы даже отметил, вот, опять же, как пастырь, который периодически общается и на той же исповеди, и просто в каких-то таких тет-а-тетных беседах с людьми, что очень часто для современного христианина вообще, в принципе, точкой отсчета является он сам. То есть на исповедь приходят не ко Христу, в храм приходят не к Богу. Но для собственной психотерапии, для собственного самоуспокоения. То есть Христос, он стал таким бесплатным приложением на внутренний андроид. То есть ты не пользуешься постоянно гугл-картами, они нужны тебе только тогда, когда тебе нужно доехать до какой-то точки в городе. И здесь примерно то же самое. Когда тебе нужен Господь, ты раз так взял, щелкнул его. Ну, не он сам, а его символ. Это тоже интересно. Не лично, а вот как электричество, как вот какой-то прибор, который не должен ни в коем случае спрашивал. Тот же, собственно, смартфон не спрашивает же нас, а вот чистил ли ты зубы сегодня, хорошо ли ты себя вел, не ковырял ли ты в носу, тогда включусь. Нет, вот том и дело, что вот, ну, Господи, ты же добрый, поэтому вот это тоже такое языческое представление о Боге, который, ну, собственно, мы дети Божьи, и все будет хорошо, и Бог нас все равно спасет. В этом смысле мне очень понравилось ваше умозаключение на тему того, что язычник всегда был готов, чтобы с него сваяли статуи, вот, да, то есть он всегда стоит в некой позе, вот. Ну, это же способ жить, на самом деле. Да, и христианин в этом смысле часто подспудно, подсознательно, бессознательно, в общем-то в нем этот язычник живет, он из себя воплощает такого язычника, просто вот я стою в храме, у меня было просто пару раз совсем неприятные моменты, случаи, когда во время крещения, например, то есть ты читаешь молитвы, потом в какой-то момент тебе надо повернуться к народу, они за твоей спиной сделают селфи, фотографируются с ребенком, причем родители, крестные. Все по барабану, что происходит здесь, вся таинственная жизнь, вся мистическая жизнь, вся жизнь духовная, как некое вливание в церковное собрание, все отставлено в сторону, главное антураж, фон, на фоне которого я выгляжу как старт. Главное, хорошо выглядеть. Да, да, да. То есть, опять же, Христос не востребован как странствующий проповедник, потому что если мы ученики странствующего проповедника, то как-то сразу хочется извиниться за чрезмерный собственный комфорт, который мы порой испытываем. А Христос как царь очень востребован, Христос как император. Вот вернется наш Господь, мы всем расскажем, то есть мы расскажем Ему про вот всех, кто нас обидел. Вот, вот, и скажем, Господи, ну мы же Тебя защищали, мы же освещали руку-то свою ударом, мы же молодцы, мы же вот во имя Тебя, человека, зеленкой облили, мы ради Тебя у человека будто и брод с мясом отняли, ну мы же молодцы. И вот, будет ли Господь нами доволен, как вот учитель может быть доволен своими учениками? Воплотили ли мы этот идеал? Получается, что нет. И да, действительно, это очень языческое и очень практическое представление. Живите так, чтобы с вас в любой момент можно было сделать статую. Ну, с поправками современной реалии, что вы в любой момент могли бы стать героем фотосессии. Чтобы вот выйти, а вот крестик у меня в православной ювелирной мастерской не абы какой, а вот тонкой работы. И вот православное серебро, и вот облачение, и вот храмы, и вот пожалуйста, и все это должно выглядеть. А потому что за собственной внутренней жизнью, если следить, то, во-первых, это очень трудно. То есть это нужен навык, чтобы вот мониторить свое духовное состояние непрерывно, наблюдать за собственным умом. Это тяжело, это требует напряжения, и это очень неблагодарный труд. Вот тут опять же процитирую, ну, раз уж я представлен как философ, не святого отца, а философа Артура Шопенгауэра, который высказал замечательное суждение, что на самом деле истинный смысл «И избави нас от лукавого» означает «Господи, не дай нам узнать, каковы мы на самом деле». Вот тут, конечно, отход от традиционного толкования, что это «И избави нас от зла», «И избави нас от демонов». А вот узнать, каковы мы на самом деле, тоже неприятно. Язычнику ведь некомфортно, когда приходит Господь, и вдруг он понимает, что рядом вот с действительно человеком, который воплотил этот новый Адам, который восстанавливает человеческую природу, вот осознавать свое собственное несовершенство. И главный вот еще какой момент. Искушение дьявола, оно состоит во многом в том, что он редко предлагает прям чистое зло. «А давайте вот сделаем шаурму из младенца». На это никто не согласится. А там искушение в том, что «Ну это же очень хорошие условия, соглашайся». Ну хорошие же условия. Комфортные, благополучные. Будет тебе и исповедь, и четверговая свечка, и ты придешь в хороший оттапливаемый храм, и тебе хорошим речитативом зачитают «Страсти Господни». Или сходи в филармонию, вот, пожалуйста, и «Да-да, ты христианин, ну ты что сейчас делал? Ты же читал Евангелие, читал Евангелие. Ты же посетил «Страсти» по Матфею, да, пожалуйста. Ты же вот бываешь в храме, ты владеешь корпоративной лексикой. То есть, опять же, это тоже тот язык. «Спаси Господи!» «Нет, это вас! Спаси Господи!» Ну, то есть мы же это вот регулярно встречаем. И, соответственно, опять же, заимствовано все, кроме внутренней. То есть статуя-то внутри пуста. И есть замечательное, опять же, предание, когда огромное количество народу крестилось ввиду эпидемии чумы, и явились ангелы, которые спросили у священнослужителей, доколе вы будете присылать сюда пустые мешки? То есть вот они как бы крещены, они как бы отправлены, да, вот по адресу. Когда вот был крещен, то, соответственно, вернуть создателю. Вот их вернули после смерти, а там пусто. И ощущение переживания многоты, потому что Господь не спросит, сколько паломничек человек совершил. Господь не спросит, сколько там у него есть одежд, что у него есть специальная крестильная рубашка, и так далее, и так далее, и так далее. Что вот выход в храм иногда становится тоже такой ярмаркой тщеслави. Да, выход в свет и выход в храм, в принципе, одно и то же. Я купил новое платье на православной выставке, вот поглядите. Православная коллекция, да, православная коллекция прихожанка, православная коллекция паломница. Да, да, да. Надо мониторить, надо соответствовать. К сожалению, передача, время нашей передачи подходит к концу, его не так много, и я бы хотел просто резюмировать для наших телезрителей, вообще какой разговор мы сейчас с вами начинаем. На самом деле, речь-то идет не о том, чтобы вот взять и ухаять, да, высмеять вообще вот эту сторону жизни православного христианина. Ни в коем случае. Речь идет немножко о другом, о том, что действительно мы забыли, ну, некоторые вещи. Например, мы забыли, что христианство изначально, и Христос в частности, не обещает никакого, не дает никаких гарантий, не обещает никакого внешнего в этом мире благополучия. Скорее наоборот, Христос регулярно произносит, что если меня гнали, то и вас будут гнать. Если мое слово не соблюдали, мое слово вызывало некий конфликт, и ваше слово, если вы будете подлинными моими учениками, будет вызывать конфликт. С другой стороны, христианство — это не антуражность, а христианство и предполагает именно напряженную внутреннюю жизнь. И вот об этом мы, собственно, будем говорить Сергеем Григорьевичем в последующих наших передачах. И, собственно говоря, вся сейчас вот богослужебная практика Великого Поста, то, что мы имеем с вами, второе воскресенье Великого Поста, посвященное Григорию Паламе, ну или Паламе, который является основателем, ну или окончательно сформулировавшим гением, святым отцом, который сформулировал основы исихазма. Четвертое воскресенье посвящено Иоанну Лествичнику практику этой исихазской традиции исихазского учения. Четвертое воскресенье посвящено Марии Египетской, которая, собственно говоря, явила образец покаяния, образец вот этого преображения, этой метанои, перемены ума. И вот об этом почему-то обо всем современные христиане забывают. Как будто бы это не для них, как будто это просто дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Это, в общем-то, вот для каких-то элит это не для меня. И в результате, да, замечательный образ пустых мешков. То есть вроде бы мы должны... Ну, статуарность. Статуарность, да, да. И вот на этом мы сегодня закончим нашу передачу, а в следующий раз поговорим уже более подробно о исихазме, его практике и сути и содержании. С вами мы прощаемся, дорогие друзья. До скорых встреч. Храни вас всех Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова